Привет! Сегодня мы поговорим об условиях произрастания. Первый фактор, на который многие привыкли обращать внимание, это высота произрастания. И я сразу должен сказать одну важную вещь. Высота произрастания понятие относительное. Две тысячи метров в Эфиопии и здесь, в Коста-Рике, это совершенно разные высоты. Кофе в Эфиопии легко растет на высоте двух километров. Здесь, если мы поднимемся так высоко, а сейчас я нахожусь на отметке 1300 метров над уровнем моря, если мы поднимемся до двух километров, то, скорее всего, мы даже не сможем растить кофе, потому что будет слишком холодно. И метаболизм растения замедлится до такой степени, что мы просто не дождемся нашего урожая. В Колумбии, например, кофе растят на высоте двух километров, и это не проблема. Однако южнее Колумбии, в Бразилии, в Минус-Жирайсе и в Сан-Паулу, выше 1400 метров кофе практически не растет. С другой стороны, мы можем взять кону, Гавайи-Кона. Кофе растет на высоте 300 метров над уровнем моря. Эквадоро-Галапагос. Кофе растет на уровне моря, обладает нормальной кислотностью. Важна не только и не столько сама высота, сколько целый комплекс высоты, широты и долготы. А также в случае островного кофе большое влияние оказывают и течения, которые проходят рядом с этими островами. Что определяет высота произрастания? Конечно, температуру. Чем выше в горах, тем холоднее. Чем ниже, тем быстрее. Температура это индикатор метаболизма. Чем выше температура, тем быстрее протекает метаболизм, тем быстрее в конечном итоге протекает жизнь. Кофе на меньших высотах, я сейчас говорю о высоте в одном и том же месте, кофе созревает всегда быстрее. То есть, если мы спустимся вниз на 200 метров и высадим там тот же кофе, той же разновидности, потому что у разных разновидностей разные сроки созревания. Этот кофе неизменно созреет там внизу быстрее, чем здесь. Процесс созревания кофейной ягоды крайне важен для нас. Чем дольше она созревает, тем больше в ней формируется кислот. Например, ценная или даже правильнее сказать бесценная яблочная кислота формируется только при достаточно длительных периодах созревания. И все это положительно сказывается на вкусе кофе в чашке. Кроме того, важна и разница температур между днем и ночью. Допустим, мы берем мысленный эксперимент. Здесь и здесь растет один и тот же кофе. Все условия одинаковые. Но здесь у нас днем 25, а ночью 15 градусов Цельсия, а здесь 25 и 10. Кофе 25-15 созреет быстрее. Кофе 25 и 10 созреет медленнее. Соответственно, он будет более сложным и более комплексным. В нем сформируется больше кислот. Да, совершенно верно. Чем выше растет кофе, тем богаче он с точки зрения кислотности и тем в конечном итоге он более кислотный в чашке. Важно понимать одну вещь. Больше, как и всегда в жизни, не всегда значит лучше. Чем выше растет кофе, тем выше кислотность. Но нам важен баланс. Нам нужно соблюдать баланс между кислотностью и сладостью. Если мы уйдем слишком высоко в горы в данном конкретном месте, возможно, кофе будет более ярким с точки зрения кислотности. Но кроме этой кислоты в нем не будет ничего. Ни тела, ни сладости, ничего другого. И пить его будет невкусно. Поэтому всегда важно искать норму. Искать золотую середину, так чтобы у нас сохранялся баланс. Еще один важный фактор при условиях произрастания это использование дающих тень деревьев. По-английски это называется shade-grown plantation. Плантация, которая растет в тени. Некоторые называют эти деревья теневыми. Сложно. У нас нету какого-то термина, который бы устоялся в кофейном сообществе. За что отвечают эти дающие тень деревья? Они, то есть у нас как? У нас кофейные деревья и здесь, здесь, здесь растут большие деревья, которые дают тень. Эти деревья в первую очередь стабилизируют микроклимат на конкретной, на конкретном небольшом участке земли, где растут кофейные деревья. У нас нету резкого взлета температуры днем из-за прямых лучей солнца. У нас все происходит более стабильно, более плавно. Созревание идет более равномерно, что в конечном итоге положительно сказывается на чашке. А также мы увеличиваем тот самый период созревания, который для нас столь важен. Друзья, теперь вы знаете больше, чем 90 процентов людей, которые смотрят на высоту произрастания на этикетке и совершенно не задумываются над тем, что на самом деле стоит за этими цифрами.